МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Минута терпения, 10 лет комфорта". Эта итальянская пословица, как нельзя кстати, подходит к теме нашего сегодняшнего выпуска. Формирование комфортной городской среды, национальный проект, который стартовал в прошлом году. Его цель сделать дворы, скверы и парки современными, а главное, комфортными. В столице Чувашии уже отремонтировали 25 дворов и 3 общественных пространства. О планах на 2018-й прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это один из дворов по улице 50 лет Октября. По программе здесь установили спортивную площадку, сделали детский городок и отремонтировали пешеходные дорожки. Казалось бы, вот она, комфортная среда. Но это только на первый взгляд. Ремонтные работы в полном объеме завершить не успели. Причина – ошибки проектирования и сдвинутые сроки реализации программы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здесь не было сплошного ремонта в прошлом году по проектам. Значит, также необходимо будет выполнить несколько тротуаров. То есть это вот лестницы есть от подпорной стенки. От этих лестниц нужно будет построить тротуары до других тротуаров. То есть обеспечить пешеходные связи. Также жители захотели площадки для белья и сушилок. То есть эти площадки будут выполнены уже из тротуарных плиток. Ну, посев трав, там, где не было это предусмотрено. Ну и в рамках гарантийных обязательств, конечно, благоустройство в этом дворе будет восстановлено. Будет выполнено резиновое покрытие на площадке. До ума будут доводить 20 чебоксарских дворов, где установят столбы освещения, где заменят асфальт, а где посадят кустарники. В апреле месяце будут разыграны два конкурса по ремонту асфальтобетонного покрытия и по установке малых архитектурных форм. Также будут выполнены работы, которые не делались в прошлом году. Это по освещению и, значит, озеленению. Эти работы должны будут завершиться в течение 30 дней с момента подписания контрактов. То есть мы в середине лета уже получим, скажем так, законченные объекты. Мы уже проводили массовые гуляния. У нас на Новый год здесь стояла прекрасная, чудесная елка. Нам вообще давно нужна такая была площадка в районе, потому что ехать туда в центр города все-таки далековато. У нас здесь тоже много народу. Татьяна Тихонова не нарадуется новому благоустроенному скверу перед торговым домом ОВЭС. Детская площадка, заасфальтированные пешеходные дорожки, новые столбы освещения, высаженные деревья и кустарники. Это общественное пространство отремонтировали в прошлом году. Тут столько стариков, столько мамочек с колясками. А где у нас еще? Больше тут нигде в Ново-Южном районе. Только куда-то. Вот туда надо влезть, а с детками с колясками не пойдешь ведь. А бы асфальта много стало. Мне вот раньше нравилось, тут трава была. А сейчас один асфальт. А то, что площадка появилась? У меня дети большие, они школу заканчивают. Мне не нужна площадка. Впрочем, здесь выполнен только первый этап проекта. Сейчас подрядчик приступает к второму. У нас будет площадка для скейта, катания на скейте тоже. Небольшая площадка также останется для проведения вот этих праздников, массовых праздников, массовых гуляний для жителей. Планируется со временем, может быть не в этом году, а может быть в следующем, в зависимости от денег. Аллеи учителей тоже прекрасно, вот мы смотрели, обсуждали эти проекты. Встроено. Что предполагает... Сейчас мы увидим 3D-модель. Покажите. Вот. Горожане, представители столичной администрации, архитекторы. Вот так проходили обсуждения дизайн-проектов. В этом году их 18. В списке популярные места отдыха. Например, в Калининском районе наибольший интерес среди жителей вызывают проекты благоустройства, аллеи искусств, сквера Шупашкара и Кадетского сквера. Все жители, наверное, со мной согласятся. Такие встречи необходимо проводить, потому что народ будет знать, где что строится, какая площадь и на какую сумму примерно, и что там будет размещено. А вот в Ленинском районе находятся шесть общественных пространств у списка. Среди них дубовая роща. Сейчас посмотрели, посмотрели, что устанавливают в основном детскую площадку. Ну, жители, честно говоря, хотели что-то раз дубовую рощу, то что-то больше связано, наверное, с темой дерева, побольше деревянных конструкций и вот эту, такой вот истории с деревом связанной. Но я думаю, мы свои предложения какие-то выскажем. Я думаю, архитекторы это учтут и проект как-то, может быть, дополнят. А так архитекторы предлагают изменить сквер возле ДК «Салют». Освещение, новые тротуары и проезды, урны, скамейки, детские игровые и спортивные площадки. Это далеко не весь перечень того, что может здесь появиться. Проект реконструкции Московской набережной вызывает наибольший интерес жителей Московского района. Новые велодорожки, тротуары, зон отдыха и вогоустроенный центральный пляж. Все это появилось на первом этапе реконструкции. Предлагается включить в объем благоустройства вот этот пляж Афанасьевский и два спуска. Он не удовлетворяет современным требованиям по комфорту, благоустройству. Тема благоустройства именно этого участка очень интересна и архитекторам, причем не только местным. В начале марта в Чебоксарах по Московской набережной прошел марш. Марш – это воркшоп, который организовали столичная администрация и Московская архитектурная школа. Нет, ну даже давайте 14, не знаю, 18. В обсуждении проекта участвовали и горожане. Услушала по телевизору и в свой выходной пришла поучаствовать. Просто ей не все равно, рассказывает Галина Григорьевна. Я, например, очень боюсь, что могут построить объект капитального строительства, типа центр развлечения, фитнес или еще что-нибудь. Неравнодушных горожан в зале собралось немало. Невозможно спуститься к набережной. Это очень крутой спуск. Он реально проходит в лесу. Очень тяжело спускаться и очень тяжело подниматься обратно с детьми. У меня ожидание одно, чтобы у нашей набережной была национальная идентика, что мы его видели, что мы живем в Чувашии, что мы отличались от других набережных Волгограда, Нижнего и так далее. После обсуждений перешли непосредственно к проектированию. Архитекторы и общественники разделились на группы и устроили мозговой штурм. Мы сейчас практически на середине этапа проектирования. Акцент мы, как всегда, сделали на пожеланиях горожан. К примеру? К примеру, можно сказать, что это участки статичного отдыха, такие как амфитеатры. Также мы решили использовать активность на воде, то есть водные такси. Вскомканы сотни листов, исписаны десятки маркеров, количество выпитых кружек кофе не сосчитать. Архитекторы работали целую неделю в режиме нон-стоп, а после представили разработанные проекты на суд общественности. Мы хотим, чтобы на этом берегу было чем заняться. И были разнообразные занятия, удовлетворяющие различных пользователей. К примеру, на месте, где раньше располагался яхт-клуб, по проекту появится зона экстремальных видов спорта с кайт-станцией. Мы предлагаем использовать рельеф, сделать амфитеатр, где можно проводить разные выступления, лекции, еще что-нибудь. А чтобы спускаться было комфортнее, лестницу предлагают заменить прогулочными маршрутами. Уклоны на них будут небольшими, а сам путь будет проложен змейкой. Спасибо главному архитектору города и ребятам-проектировщикам за то, что подарили надежду на то, что вот эти прекрасные картинки из будущего могут на самом деле радовать всех горожан. Из 18 проектов нужно было выбрать всего 3, чтобы каждый житель Чебоксар смог выразить свое мнение, привели рейтинговое голосование. 18 марта горожане выбирали президента страны и те площадки, которые необходимо благоустроить. Сталкиваюсь с этим первый раз, что это необычно и понимать, что ты тоже в этом участвуешь, поэтому мне нравится. Думаю, это важно и должен делать каждый. Мы можем выбрать сами по своему усмотрению участок, который нам более пригодный для отдыха. Это очень замечательно. Тут вообще все объекты, они очень, как сказать, все выбраны правильно. Но мне хотелось бы вот сквер Чапаева, потому что как-то тут у нас в центре негде тоже отдохнуть. Голосовали и самые юные граждане. Кате Красновой нет еще 18-ти. Выбирать президента она пока не может, зато может повлиять на выбор объектов для благоустройства. Я очень этому рада, что я имею такую возможность. Выбрала благоустройство на Московской набережной, потому что летом мы часто гуляем по ней. Также выбрала благоустройство сквера по Максиму Горького и сквер по Московскому проспекту 3. Такие пункты для голосования оборудовали на каждом избирательном участке. Бюллетени, избирательная урна, все по правилам. Про кандидата указана вся необходимая информация, эскиз проекта и примерный перечень работ. Выбирайте сами. Вы вот где живете? Может быть, ближе к дому, чтобы у вас было? Маль, плохо. Интерес действительно у жителей есть. Мы проводили хорошую работу в средствах массовой информации, презентовали эти проекты, обсуждали с горожанами и с архитекторами. После того, как территории будут определены, мы учтем еще пожелания граждан и в этом году начнем благоустройство. Буду голосовать. Три объекта я обязательно выделю. Мне очень хочется, чтобы город наш был как можно красивее и надолго-надолго запомнился нашим гостям, приезжим, нашим всем. Мы все-таки культурная столица Поволжья, инновационно-интеллектуальный центр. Национальный культурный центр. И поэтому действительно это очень важное голосование. Выбор сделан и три общественных пространства определены. Первое место. Территория возле универмага Шупашкар. Второе место. Московская набережная. Третье место. Красная площадь. Дальше 80-е годы. Это наша молодость. Это наш любимый был район. Мы сюда приходили, отдыхали здесь и гуляли с детьми. И дети наши, оба у меня, сейчас им уже далеко за 30, купались в этих фонтанах. Это было излюбленное место всегда наших горожан и наших жителей Новоюжного района. Потому что здесь в жару приятно, вода, когда смотришь на эту воду, отдыхаешь. Сейчас же ни о каком отдыхе не может быть и речи. Грязь, мусор, разбитые плитки и ржавые трубы. На глазах Татьяны Тихоновой фонтаны стали приходить в упадок. Теперь они, как говорится, не фонтан. Изменить ситуацию в лучшую сторону жители пытались не раз. Конечно, обращались. Неоднократно. Всегда на любых вот таких больших совещаниях у нас и люди выступали. Потому что это лицо нашего города, лицо нашего микрорайона. К нам же приезжают сюда со всего региона, возле микрохирургии глаза, и вот, пожалуйста, такое лицо. Люди идут после операции, прозревают и видят вот такое не очень лицеприемное. Видеть такое жителям и гостям столицы осталось недолго. Проект благоустройства территории перед Шупашкаром находится на стадии разработки. Была принята концепция отойти от мощения, такого вот тяжелого, навесного, соответственно, придать более легкий, выразительно эстетичный вид. И эту ниточку, где народ будет и население Новоюжного района будет отдыхать, с радостью приходить на эту территорию, ее возобновить. Для этого, с этой целью, мы предусмотрели засыпку одного из фонтанов. Вот. В ее части сделать навесное летнее кафе. Причем оно будет в основном из дерева и стекла. Зону отдыха при кафе планируют сделать из террасных досок, там же установить скамейки и столики. Пешеходную часть выложат брусчаткой двух цветов – красного и серого. При этом проектировщик не забыл про озеленение. По проекту планируют высадить вечно зеленое растение. Вот эта зона – это была как зона объединения парка, значит, дома культуры. И эта центральная улица, церковь – все должно в едином стиле гармонировать. Сейчас мы его дорабатываем, представим в управлении архитектуры города на согласование. После того, как это все согласуют, я думаю, проект найдет свою реализацию. За преображение фонтанов отвечает другой проектировщик. Их ждет реконструкция. Полностью заменят оборудование и коммуникации. Чашу облицуют натуральным камнем. Рисунок выполнят с использованием национальной символики. Вместо четырех фонтанов будет два. Как должна выглядеть главная площадь Чебоксар? В разное время разные зодчие представляли на суд горожан разные проекты. Среди них специалисты с мировым именем. Например, испанский архитектор Хосай Сибильо. Но дальше бумаги дело не пошло. Красная площадь до сих пор ждет перемен. И перемены на подходе. По плану архитекторов Чуваш-граждан проекта, Красную площадь поделят на несколько зон. Около театра будут проходить только парады и шествия. А местом культурно-массовых мероприятий станет территория около воды. Вот эта вот вся площадка нижняя, она тоже достаточно вместимая. Она приобретает форму такого амфитеатра. В средней части это те ступени, которые мы здесь по вертикалке площади будем иметь. А по флангам здесь устраиваем такие перепады деревянные, удобные. Площадь выложат гранитными плитами. В них же планируют вмонтировать сухой фонтан. По бокам архитекторы планируют обустроить еще две зоны – западную и восточную. Продолжая тему Краеведческого музея, наполняем здесь этот квадрат открытой экспозицией музейной. Зафиксированы в исторических наших архивных материалах в древней церкви. Там место ее посадки, расположение четко у нас имеется. И мы хотим обозначить это место в уровне покрытия, но вот контурами этой бывшей церкви. Торговые палатки города мастеров обновят, обустроят кафе и площадки для отдыха, установят колесо обозрения и высадят деревья и кустарники. Мы закончили концептуальную часть разработки Красной площади. Мы ее согласовали со всеми службами. Документацию сейчас фортируем, выдаем как можно оперативнее. Вот наша задача. Чтобы как бы задержать, да? Чтобы у города была возможность на полную использовать документацию для реализации максимально в этом году. В чем можно измерить счастье на Волге? В нашем случае единица измерения – Московская набережная. В этом году она станет больше на полтора километра. От Афанасьевского пляжа до микрорайона Волжский вся эта территория должна преобразиться на очередном этапе реконструкции. Большие перемены ждут сам пляж. Архитекторы разделили его на несколько зон. В одной – уличное кафе. В другой – раздевалки, душевые и спасательные пункты. В третьей – лежаки и спортивные площадки. По стилистике мы думаем, что, конечно, здесь будет сохранен этот единый стиль. И более того, мы предполагаем, что это, как мы называем, дизайн-код. Он должен прочитаться по всей набережной, включая центральную часть, вот Красную площадь, Владимир Николаевич рассказывал, и зону залива, Чебоксарского залива. Вот это должно прочитаться в малых архитектурных формах, на каких-то элементах навигации. Идея для проекта почерпнули из прошедшего воркшопа. Это мероприятие было полезно, потому что это взгляд, как бы, да, некий со стороны, импульс совершенно несколько иной. Можете пример привести, что вот как бы из идей московских, других молодых архитекторов вы взяли и включили в план? Ну, я вот говорил уже, то, что здесь вот планируется амфитеатр, да, вот такая общественная зона. То есть идея такая хорошая, интересная. То есть вот эта зона, по мнению вот ребят, архитекторов, которые занимались концепцией, это общественная такая зона, арт-кластер. То есть тут могут зоны для того, чтобы могли проводить свои мероприятия. В плане архитекторов обустроить территорию вдоль Волги. Беседки и мангалы, скамейки, пункты проката велосипедов. Отдельная тема – спуски. При разработке ушли мнения горожан. Это такой, ну, свободный спуск по рельефу. Он несколько, как бы, упрощает движение, наверное, тем, кому, может быть, сложно подниматься. И, допустим, для того, чтобы это, для смены впечатлений. Вот существующий спуск, ну, вот называется он школьным спуском. То есть его тоже предлагается наполнить какими-то дополнительными функциями, игровыми какими-то пространствами для детей. Пока это все-таки в работе. То есть говорить, что это окончательно, пока несколько преждевременно. Вот сейчас ведутся работы, да, там какие-то инженерные сети прокладываются, инженерные коммуникации, какие-то вот очистные. То есть все это мы должны сейчас в этом проекте учитывать, брать во внимание и уже выносить какие-то коррективы. На создание комфортной городской среды в этом году выделили 137,5 миллионов рублей. В середине лета мы сможем уже приступить к реализации этих проектов. В этом году мы все не закончим, потому что Красная площадь – это объект у нас однозначно переходящий. Красная площадь подразумевает очень серьезную реконструкцию. А в этом году она будет начата и завершена уже в последующие годы. Это была передача «Комфортный город». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова